Привет, с вами Каска. В этом ролике вы узнаете, как слегка повысить FPS в The Last of Us, а также избавиться от лагов и фризов. Подготовил файлик, который слегка повысит производительность, ну и минимизирует кое-какие вылеты. Настройщик в этой игре много, и мне есть что рассказать. Готовьте ваши ручки, ну а мы полетели. Их же, где можно приобрести лицензионные проверенные ключики на Windows 10, 11, может быть Office или вообще антивирус. Рекомендую своих надежных друзей из интернет-магазина L-Store. Цены абсолютно доступные, часто происходят скидки и акции. Оптимизация начинается с чего? Правильно, с чистой лицензионной винды. Ссылочка на магазин с ключикой будет в описании. Первое, что мы делаем, залетаем в игру, открываем параметры, изображение, находим разрешение экрана. Если тебе нужно очень быстро повысить FPS, самый легкий и быстрый способ, это понизить разрешение самой игры. Для начала можно сделать это на один параметр. Допустим, у тебя 2К мониторчик, ставишь 2240 на 1260. Если тебе нужно еще больше кадров, ставишь, допустим, в Full HD. Вплоть до 1280 на 720. Картинка ухудшается и в этой игре не сильно влияет на FPS. В моем случае с 2К на Full HD около 10 кадров. Да, в принципе, это неплохо, но не то, чтобы я хотел. Вертикальная синхронизация, тут по желанию. Далее, масштабирование разрешения. Здесь у нас есть поддержка AMD FSR 2 и NVIDIA DLSS Super Resolution. На самом деле, работает бестолково. Есть ли смысл использовать? По сути, да. Потому что, допустим, тот же самый AMD FSR на пресете. Качество. На картинку в моем случае никак не влияет, но FPS прибавляет около 5 кадров. Это не очень много, но тем не менее. Может, кому-то да и поможет. И нажимаем применить изменения. Назад. Графика. Ну и тут у нас начинается уже самое интересное. Настроек в этой игре действительно много. Покажу 2 пресета. Первый пресет для более мощных видеокарт. Начиная от 30-60 и выше. То есть, чтобы у нас была хорошая картинка и более 60 FPS. Качество анимации оставляем на высокое. Дальность прорисовки средняя. Детализация объектов низкая. Детализация персонажей высокая. Детализация ландшафта средняя. Динамические объекты низкая. Текстуры персонажей в зависимости от твоей видеопамяти. Если у тебя 6 гиг и более, ставишь высокая. Если 4 и меньше, то средняя либо низкая. Текстуры ландшафта средняя. Текстуры спецэффектов низкая. Фильтрация текстур 8х либо 16х. Сэмплинг текстур средняя. Качество теней от рассеянного света. Можем оставить как и у меня, либо же отключить. Разрешение теней средняя. Дистанция теней низкая. Панорамные карты освещения мы отключаем. Тени от направленных источников высокая. Разрешение теней от точечных источников средняя. Отраженный свет выключаем. Качество теней в экранном пространстве выключаем. Контактные тени высокая. Затенение фонного света в экранном пространстве мы, конечно же, отключаем. Отражение в экранном пространстве тоже отключаем. Качество отражения в реальном времени низкое. Облака тоже отключаем. Рассеивание света оставляем по дефолту, то есть на включить. Качество преломлений полное разрешение. Глубина резкости, качество глубины резкости. Эффекта скорости, разрешение ореолов и так далее. Все на ваше усмотрение. Качество объемных эффектов высокое. Блики оптики можем, по сути, отключить тут по желанию. Это то, что касается первого пресета для более мощных видеокарт. Если ПК у тебя слабый, тогда качество анимации оставляем на среднее. Дальность прорисовки низкая. Детализация персонажей низкая либо средняя. Детализация ландшафта низкая. Качество текстур персонажей средняя. Текстура ландшафта низкая. Спецэффекты низкая. Фильтрация текстур 4х. Текстура низкая. Рассеянный свет отключаем. Направленные тени низкая. Дистанция теней тоже низкая. Точные источники низкая. Контактные тени выключаем. Ну и все остальное по сути ставим на низкое, либо отключаем. Нажимаем применить изменения. Если у тебя есть большое желание поддержать автора этого канала, то есть меня, можно это сделать на моем бусте. Но без подарочков и разных фишек, плюшек я вас не оставлю. Вас ожидает специальный архивщик для бусте с твиками, реестрами и максимально жесткой оптимизацией. А также гайд по этому архиву, который я записал на более чем 30 минут. Все ссылочки будут в описании. Поистоок настроили график в самой игре. Мы качаем архив по ссылке в описании и перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть 4 папки. Приложение MSI Mode. И схема питания. Начнем со схемы питания. Открываем текстовый документ схемы питания команда. Копируем команду. Нажимаем Pkm. Копировать. Pkm на пуск. Windows PowerShell администратор, либо командная строка. Да. Нажимаем Ctrl плюс V и Enter. Закрываем. Закрываем. Открываем ярлык схемы питания. Доп параметры. И ставим галочку на максимальная производительность. Открываем папку декомпрессия. Здесь у нас находится DLL файлик. Нажимаем на него Pkm. Копировать. И теперь нам нужно перейти в корневую папку игры. Если игра в стиме, открываем стим. Библиотека. Представим, что это у нас The Last of Us. Нажимаем Pkm. Свойства. Локальные файлы. И нажимаем обзор. У меня игрушка куплена за пиратские рублики. Поэтому я нажимаю Pkm. Расположение файла. И перед тем, как делать замену, делаем бэкап этого файлика. На всякий случай. То есть зажимаем Lkm и переносим на рабочий стол. Далее нажимаем Pkm. Вставить. И заменить файл в папке назначения. В папке с игрой находим приложение Tlow. Нажимаем Pkm. Свойства. Совместимость. Ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран. Далее изменить параметры высокого DPI. И ставим галочку на режим масштабирования. Нажимаем ОК. Применить и ОК. Копируем путь к самому приложению. Нажимаем Pkm. Копировать. В нашем архиве находим ярлык аппаратное ускорение. Первая настройка это у нас аппаратное ускорение. Если твоя система поддерживает эту технологию, тогда можешь ее включить. После всех этих настроек, которые мы с тобой сделаем, не забудь перезагрузить свою систему. Мы же нажимаем обзор. Вставляем скопированный путь. Нажимаем Enter. И приложение Tlow. Нажимаем добавить. Параметры. И ставим галочку на высокая производительность. Сохранить. Нажимаем Pkm на пуск. Диспетчер устройств. Находим системные устройства. Опускаемся слегка вниз. И находим высокоточный таймер событий. Нажимаем Pkm и отключить устройство. Нажимаем поиск. Пишем Xbox Game Bar. Настройки. Создание клипов. Если вдруг у тебя здесь стоит галочка на записывать в фоновом режиме, тогда мы ее обязательно убираем и нажимаем закрыть. Теперь нам нужно сделать небольшую оптимизацию и настройку твоей видеокарты. Открываем наш архив. Настройка видеокарты. Если у тебя видеокарта от Nvidia, открываем Nvidia. Первая. Нам нужно скачать последнюю версию драйвера для нашей видеокарты. Открываем. Выбираем нашу модель видеокарты. Нашу систему и качаем драйвера. Делаем установку и перезагружаем нашу систему. Далее открываем Nvidia Driver Settings. Переходим на управление параметрами 3D. Здесь у нас есть два варианта. Сделать настройку глобальных параметров, то есть будут касаться абсолютно всех игр. Либо переходим на программные настройки и в списке ищем либо через добавить игру The Last of Us. То есть таким способом мы сделаем настройку только под эту игру. Какие настройки ставить? Все указано здесь в картинках. Есть эти видеокарты от AMD. Открываем папку AMD Radeon. И делаем то же самое. Первое. Залетаем на сайт. Качаем последнюю версию рекомендованных драйверов. Делаем установку только Minimal Install. И перезагружаем наш ПК. Далее открываем AMD Driver Settings. И делаем так, как указано у нас на картиночках. Есть у тебя видеокарта от Intel. Не знаю, что ты здесь забыл. Но тем не менее, картинки есть. Настройки также самоуказаны. Если интересно, можешь настроить. Открываем папку Очистка. Delete Temp Files. Выделяем все файлы. Нажимаем Shift, Delete и Да. Возвращаемся назад. Delete Temp Files. Выделяем все эти файлы. Нажимаем Shift, Delete. Да. И то, что у нас не удаляется, нажимаем просто Отмена. Далее Disk Clean Up. Выбираем диск C. Нажимаем ОК. Далее нажимаем на Очистить системные файлы. Снова выбираем диск C и нажимаем ОК. Ставим везде галочки и нажимаем ОК. Приложение MSI Mode. Нажимаем Pkm. Запуск от имени администратора. Да. В списке находим нашу видеокарту. Ставим галочку на MSI. Далее выбираем High и нажимаем Apply. Открываем папку Twiki Reestra. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем, как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Открываем папку Backup Files Reestra. Здесь у нас есть бэкапчики. Так же сама в картинках, для рукастых и красиво расписал. Для тех, кто любит почитать. Первые 2 файла реестра отключает Xbox DVR. Нажимаем Pkm. Слияние. Game DVR 2 Pkm и слияние. Если вдруг у тебя нет слияния, нажимаешь 2 раза Lkm, либо через Enter. То есть запускаешь как обычное приложение. Отзывчивая систему Pkm слияния. Сетевой троттлин тут по желанию, но в принципе для этой игры нет смысла. И системный приоритет тоже Pkm и слияние. В нашем архиве открываем Xbox Game Bar. Сам Xbox Game Bar мы конечно же отключаем. Игровой режим мы оставляем включенным. Записи. Все, что здесь у тебя будет указано. Все это отключаешь и ставишь на самое минимальное значение. Далее переходим на главное. Конфиденциальность. Опускаемся в самый низ и находим фоновые приложения. Здесь у нас есть 2 варианта. Отключаем все фоновые приложения, как это делаю я. Либо же отключаем те фоновые приложения, которые мы не используем. Либо используем, но крайне-крайне редко. Такие как связь с телефоном, техподдержка, часы, фотографии и так далее. Все это можешь спокойно отключать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...